МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нашествие Тахтамыша на русские земли и их разорение в августе 1382 года было страшной бедой. Но перечеркнуть того, что сделала битва Куликовская, Тахтамышево нашествие, конечно, не могло. Попробуем с разных сторон взглянуть на эту проблему. Первое. Ордынцы показали, что они уже не те, что были до Куликовской битвы. Почему? Потому что наступали они на Москву изгоном, тайно используя секретные броды, опираясь на предательство Нижегородских князей и на союзничество с Олегом Рязанским. Осадили Москву, да, вызвав кратковременную панику. А дальше что? Взять эту мощную твердыню московского кремля они не смогли и вновь прибегли к предательству, чтобы добиться успеха. Они уже не те. Второе. Русские не те. Просто кратковременного ужаса, связанного с нашествием Тахтамыша, окружением им Москвы. Что происходит дальше? Дальше юные воеводы Остей организуют оборону, и москвичи просто глумятся со стен над ордынцами, не веря, что они способны, как были не способны до этого литовцы, взять эту мощнейшую крепость. Дальше. Русские готовят и контрдействия. Под Костромой набирает войско Дмитрий, а на Волоке-Ламском собирает полки и разворачивает их, а потом и пустит их в дело Владимир Храбрый. И, наконец, а что произошло после нашествия? А после нашествия не прошло и двух недель, как московская рать окружила Рязань. Потому что Олега обвинили в предательности, и нужно было покарать предателя. Разве так действует слабый народ, поверженный, который испытал такую необратимую беду? И, наконец, еще один аргумент. Разве Тахтамыша у нашествия поменяло роль Москвы как центра объединения русских земель? Нет. Как столицу будущего единого государства? Нет. И даже авторитет Дмитрия не пал. Несколько князей поехали в Орду получить ярлык на великое княжение, а ярлык все равно остался у него. И своей духовной не случайно он завещал своему сыну Василию не только великое княжение Московское, но и все великое княжение Владимирское. И, наконец, даже надменная Егайла после Тахтамышева нашествия ищет династических связей с семейством Дмитрия. Значит, не прошла прахом, так сказать, Куликовская битва. Нет. Движение вперед только нарастало. Субтитры создавал DimaTorzok